На улице прекрасная погода, скоро лето, и многие из нас задумались о своем внешнем виде. Так вот, как привести себя в форму, не навредив себе, заниматься в удовольствии и питаться правильно, мы поговорим с президентом Федерации бодибилдинга Тверской области Станиславом Бржевским. Станислав, добрый день! Добрый день, Екатерина, добрый день, телезрителя! Станислав, вы недавно вернулись в Белоруссию, где вы заняли первое место. Также сборная нашей области Тверской принимала участие вместе с вами на чемпионате России по бодибилдингу, да? Расскажите немножко, как это происходило, как вы к этому готовились, сколько по времени у вас заняла подготовка? Вот эти две недели, которые прошли, они были очень насыщенные, в том числе для меня и для нашей сборной. Я ездил в данный чемпионат Белоруссии, где выиграл в своей категории первое место, а также вот буквально два дня назад мы вернулись с чемпионата России, с 34-го кубка открытого России по бодибилдингу с города Челябинска. Мы выступили, могу вам сказать, феерично, именно слово феерично. Тверская область в общем командном зачете заняла 11 место из 55 команд, с учетом того, что в состав сборной входило всего 6 человек. То есть могу вам для примера сказать, за Тверской областью 12 место занял сборная Свердловской области, города-миллионники, состав сборной Свердловской области составлял 120 человек. То есть всего было участников больше 1000, вот, и Тверская область заняла 11 место. То есть мы сработали точечно, то есть заняли два первых места и топовые места, то есть третье, четвертое, пятое, шестое. То есть общее количество баллов суммируется, и поэтому такой достойный результат. Как вы готовились к соревнованиям, в чем вы себе отказывали, какое вы питание соблюдали? Ну, питание у любого спортсмена, оно уже системное, оно в принципе меняется, но основные продукты, они как были, так и не были. Есть, то есть есть и межсезонное состояние у спортсмена, есть соревновательный сезон. Вот, поэтому уже на подготовке уменьшаем углеводы, увеличиваем белок, вот, и таким образом готовимся, смотрим визуально, как выглядишь, и уже корректируем какие-то нюансы и моменты. Тренажерные залы, спорткомплексы, где есть куча разных тренировок, тренеров, не все, к сожалению, себе могут это позволить. Чем это можно заменить? Ну, в настоящее время, конечно же, конкуренция среди фитнес-залов, она огромная, поэтому идет, стоимость абонементов идет на понижение, это тоже уже в последнее время, это не что-то сверхъестественное, а уже доступный продукт, как говорится. Но в то же время, ребята, молодые ребята, которые хотят заниматься, предположим, на свежем воздухе, они могут найти себе всякие тренировочные площадки. Ну, в Твери это прежде всего можно на городском пляже. Да, там отличная большая площадка. Большая площадка. Ну и так далее, их много. То есть главное подойти с умом, главное подойти комплексно, как я ранее говорил, питание и занятие физической нагрузкой. Вот, но, опять же, физическая нагрузка должна быть системной, и физическая нагрузка должна быть, чтобы ребята понимали, что они делали, чтобы они не навредили, а для того, чтобы это им помогло достичь определенных результатов. Станислав, ну и в завершении нашего интервью хотелось бы у вас узнать список продуктов, которые вы употребляете всегда. Скажем так, ток продуктов, которые помогают вам восстановиться после тренировок, соревнований. Вот что всегда есть у вас в меню? Ну, я могу сказать на своем примере, давайте. Ну, опять же, я хочу сказать, есть продукты, которые можно использовать для здорового образа жизни, а есть для соревновательной жизни. Ну, мы сейчас объединим, и, в общем, я расскажу, какие продукты я использую. Конечно же, возвращаясь к тому, что это сложные углеводы, вот мы сейчас находимся в ресторане Панорама, и вы можете увидеть, вот у меня какая вкусная, да, гречневая каша с белыми грибами. Восполняет энергию. Это мой ежедневный рацион обязательно каши, я очень люблю каши. А вот, Катерина, у вас, между прочим, смотрите, вареные свекла и необходимые овощи, да, и салат – это то, что также необходимо спортсмену. Обязательно в моем рационе я использую также элементарно макароны, элементарно могу использовать печеный картофель, да, как сложный углевод. Также могу использовать различные филе – это индейки, курицы, ну, и овощи, да, но еще хочу сказать об одном продукте, который я очень люблю. И вот кто думает со стороны, что приходится лишаться много всего вкусного, сладкого – это действительно так. Но арахисовая паста, ее тоже можно использовать, и я ее использую, но в определенных количествах. Это не значит, что взяли килограмм и съели за один раз. Нет, помазали на хлебец, знаете, такие хлебцы я также использую. Это тоже сложные углеводы. Помазали, скушали очень вкусно, быстро и питательно. Поэтому вкусно питаться для здоровой жизни можно и нужно. Все хорошо в меру. Совершенно верно. Очень достойно и вкусно. Да? Ну, вот она, настоящая здоровая пища. Пища богов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова